всем привет мы группа или драйвер и хотим поздравить вас наши дорогие слушатели с наступающим 2020 годом поздравляем друзья мы прожили очередной год все вместе и с достоинством готовы его завершить для нас этот год был очень насыщенным и очень необычным в этом году мы столкнулись с многими проблемами приобрели себе наушники и чехлы для этих наушников это было круто вот но начнем главным за этот год мы открыли себя действительно очень много новых возможностей мы поработали над своими ошибками их было тоже немало я думаю как и у каждого из вас чтобы максимально приблизиться к вам и чтобы вы услышали нас все начнем с того что в этом году в самом его начале к нам вернулся наш гитарист евгений евгению всегда модем слова евгения мы очень любим он в принципе являлся постоянным нашим гитаристом всегда у нас работал только над музыкой никогда не убирал студию как он сам говорит он работает только творческом направлении ну собственно он ослужил целый год в армии и вернулся в строй дабы разбавить нашу музыку не компьютером а живой игрой на гитаре и это было тоже очень здорово мы выпустили в этом году наш первый клип на песню нау так называемую которая входила состав нашего первого ипи который вышел еще в 2018 году это была первая наша официальная работа мы очень долго над ней работали соответственно все что получилось на тот момент мы остались довольны соответственно чтобы дальше уже совершилось что-то необычное опять же для нас и тоже для вас песня была на тот момент как бы у нас самая мощная и мы решили именно на нее его и отснять я лично считаю что да и наверное все мы как наша вся группа считаем что данный клип вот он здесь непосредственно ребят вы можете ознакомиться над данным клипом мы слагали конечно большие на него надежды не факт что конечно что-то получилось конкретно так как мы хотели но уж извините это опять же работа и работа над ошибками в данном случае мы просто вообще снимали в таком холодище было настолько холодно что вот я честно сказать я вот отморозил себя по моему ноги пока ходил вот со всей этой съемочной группой реально в снегу это еще и было место называется на лаганаки но скорее всего многие из вас кто живет в нашем чудесном крае об этом слышали вот это был вообще еще февраль месяц я не знаю мы отмечали 23 февраля не забыл очень круто актеры все замерзли мы себя отпаивали я не знаю уже каким-то горячительными смесями дабы того чтобы уже не двинуть кони там окончательно ну собственно он таким и получился и всем кому интересно ознакомиться кто еще его не видел может пройти по ссылке в нашем описании следующей нашей крупной работой была работа над песней хейтми это наш новый сингл который выходил как раз в этом году уже уходящим к сожалению мы действительно очень долго и тщательно над ним работали долбились ребята в непочатый край просто вообще и в данном случае мы считаем что это была самая так сказать профессиональная работа с нашей стороны со стороны людей которые принимали в этом участие песня была посвящена 20-летию бомбежки югославии тем кто не в курсе вы можете пройти пожалуйста в историю окунуться и узнать какие события происходили 20 лет назад в этой стране которую соответственно нету вот после этого когда мы написали трек мы сняли непосредственно наш клип клип на песню хейтми вот такой у нас получался было тоже очень холодно не скажу честно мы снимали еще тогда в марте хотя мы и живем в краснодаре ребята правда вы не поверите у нас бывает конкретно холодно для того чтобы снять клип мы приглашали людей из других городов мы также предлагаешь приглашали нашего товарища из города твери саша привет надеюсь ты помнишь все что происходило да и тоже наверное отморозил себе ноги хотя ехал из твери в лето а приехал из твери зиму ну что ж поделать такие у нас погодные условия но в общем ребят клип получился реально здорово круто все кто его не видел и рекомендую обязательно посмотреть мы все очень были рады этой работе рады над тем что мы ее закончили и действительно обрадовались тому что она наконец увидела свет весь год ребята был настолько насыщенным что фактически все летом и просто разъезжали по концертам серьезно за этот год мы подыграли более 20 концертов что в принципе достаточно даже для нас как бы являлась немало мы посетили огромную кучу фестивалей первый фестиваль который мы посетили назывался музыка в море блин ну я честно сказать не знаю из тех же не ну вот как ты думаешь насколько хорошо вообще прошел ну в общем евгений просто прячется на самом деле это был первое наше выступление на который мы приехали и просто не отыграли ну собственно не по зависящим от нас причинам там уже так получилось уж ребят зато мы провели два дня можно сказать на берегу моря это тоже были огромные плюсы встретились нашими друзьями тоже к счастью что они приехали отыграли вот а мы нет это было забавно также очень хотелось бы выделить прям другой фестиваль на который мы в этом году приехали фестиваль назывался рок-н-парк ребята вот максимально просто круто все прошло мы первый раз были вот именно на этом мероприятии нам понравилось абсолютно все мы и играли не знаю жили в этой палатке купались в речке а да давай наливай были все настолько счастливы столько людей новых для себя открыли многие люди открыли нас для себя это было реально восхитительно просто вот организаторам данного фестиваля вот большой респект вот такой вот ребята круто все settlement и просто молодец следующий соответственно традиционный фестиваль на которую мы ездим каждый год фестиваль хард экшен приморск-ахтарску реально был шикарный фестиваль на сильно remainder их наступающим буря эмоций огромное количество наших поклонников которые просто не заломились перед ценой это было вообще так здорово особенно нам нравится и всегда когда нам люди пишут о том как как хорошо мы отыграли, как им все понравилось, как они были счастливы. И для нас это самая большая награда. За это вам огромное спасибо. Мы действительно счастливы, что могли выступить на этом фестивале. За этот фестиваль спасибо большое Володе. Володенька, форохняк, мы тебя очень любим. Ты всегда для нас был хорошим другом. И спасибо тебе за очередной проведенный фестиваль. Ты молодец, не останавливайся. Я знаю, что бывают какие-то трудности, но их нужно преодолевать. Я думаю, когда мы все вместе, у нас у всех сил намного больше. Также в 2019 году у нас произошло, наверное, одно из самых важных событий. Да и вообще у рок-группы это событие является самым таким насыщенным, самым ценным. Мы съездили во второй наш евро-тур. Это было просто нереально. Это было вот реально настолько круто, что вот мне хочется просто там остаться и жить просто в этом времени, в этом пространстве. Было здорово. Мы посетили Польшу, Словакию, Чехию с концертами. Реально здорово. Вот это было просто превосходно. В Австрии мы даже какому-то австрийцу разбили бокал с пивом. Ну, это было реально просто вообще... Я не знаю, как это описать. Я вот всем советую, кто никогда не был в турах, просто съездите. Если вы не занимаетесь музыкой, я вам просто советую взять и поехать вот с рок-группой, если вот, допустим, у него есть места, так сказать, для этого. И чтобы просто посмотреть вот на всю эту вакханалию, которая происходит вокруг. Вот это просто вот... Вы запомните это на всю жизнь. Вот я могу сказать точно. В этот раз вот у нас гитарист Евгений поехал первый раз в Евро-тур. Я не знаю, он еще просто месяц отходил от того, насколько ему было там хорошо, и он приехал и не понимал, где он просто находится. Ну, вроде сейчас отошел. По-моему, даже есть начал. Но это не точно. Судя по тому, какой он худой, мне кажется, все-таки не начал. Ну, или его просто не докармливают. Ну, так вот. Концертов было реально как бы большая масса. График был достаточно плотным. Вот эта вот туровая жизнь в автобусе, из одного города в другой. В некоторых случаях напоминал день сурка. Соберись в бус, приедь разберись. Соберись в бус, приедь разберись. Ездили мы в тур с нашими друзьями из города Черкесска группой Прогрессив. Друзья, вы просто крутые. Саня, ты такой космонавт православный. Я просто никогда таких не видел. Бен, ну это просто охуеть можно. Чувак, ты реально жжешь. Все эти вещи, которые ты там делал, вот я не знаю, я бы, наверное, до них сам бы никогда не додумался. Вот ты просто вообще экземпляр номер один. Чувак, вот всегда будь таким, оставайся таким, так сказать, на позитиве. И пусть все люди радуются вместе с нами и также радуются тому какой-то крутой. Также по классике передаем привет Марату, Рафе и нашей девочке Лиле, которая с толпой мужиков просто две недели тусилась. И все равно, если идти в тур, обязательно берите спальный мешок. Он вам пригодится. За этот тур у нас произошло новых опять для нас событий действительно много. Володя получил грин-карту, грин-карту в Словакии, так сказать, словакскую грин-карту. Но об этом уже, конечно, мы рассказывать не будем. Пусть об этом расскажет как-нибудь Володя. Опять же, можете к нему обратиться напрямую. В ВКонтакте, в Фейсбуке он всегда отвечает и расскажет, как это правильно сделать. Володька, мы тебя обожаем. Евгений в этот раз отличился еще с первого дня. Нам это было тоже как бы очень интересно, когда он просто сходил за пивом, просто присел напротив магазина. Вот, а ему денег дали. Ну, тоже круто. Ребята вот из города Черкесска все это время не находились с нами. И ребята были абсолютно адекватные. Они танцевали лесгинку в церквях в разных городах Европы. Я не знаю, рылись по мусоркам. Ну, это было, по-моему, забавно. То есть, ну, в принципе, все как обычно. После того, как мы приехали из Евротура, конечно, мы еще, можно сказать, месяц отходили от всех событий, которые там произошли. Мы многое пересмотрели для себя за весь год. Действительно, мы набрались очень много опыта. Мы провели работу над ошибками, чтобы в дальнейшем, так сказать, наша музыка стала еще лучше. И чтобы она была еще более услышанной. Ребята, теперь с 2020 года мы будем заниматься непосредственно над нашим новым материалом. Только над ним, потому что мы уже решили просто убрать все наши старые, так сказать, треки и заменить полностью нашу консервную программу. Концептуально не поменять наш звук. Иногда приходит такая пора, когда нужно что-то менять. И вот, можно сказать, она настала. И мы уже начали работу над нашим полноформатным альбомом. И я надеюсь, что в новом, наступающем 2020 году мы действительно сможем порадовать вас, дорогие наши друзья, нашим новым саундом, нашими новыми песнями, нашим новым звуком. Итак, друзья, 2020 год уже на пороге. Можно сказать, к нему осталось идти совсем немного. И уже вот-вот он постучится в наши двери. И я очень надеюсь, что у каждого из вас в вашей жизни в этом году случится то, к чему вы стремились. Будут сбываться ваши мечты, ваши планы начнут осуществляться. Я не знаю, может кто-то там купит себе новый автомобиль, кто-то приобретет себе квартиру, кто-то наконец-то поедет в путешествие. Ну а мы, господа, будем заниматься так же музыкой. И мы не хотим останавливаться ни на минуту. И мы будем постоянно это делать. Потому что мы это любим. И потому что это самое главное, что есть у нас в жизни. Ну, помимо, конечно, некоторых моментов. Этих, каких моментов? Некоторых моментов. Ну что ж, друзья, поздравляем вас с наступающим 2020 годом. Пусть в этом году сбудутся все ваши мечты и все ваши планы начнут осуществляться. С вами была группа Эли Драйвер. И мы желаем, чтобы каждый из вас наслаждался этой жизнью по полной. Пока, друзья. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok